всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть черпашки ниндзя легенды мы забираем с тобой награды и бежим вот сюда на задание так открыть колоду то мы сделаем серию испытаний мы пройдем так ну что давай все по порядку первое что мы делаем это открываем бесплатно колоду так выпадает нам здесь север монтез отлично дальше побежим в список где находим с тобой нашего пауку со и смотрим что нам не хватает а не хватает нам 4 комикса вот этих вот сейчас запаримся их опять искать надо как всегда тут нам не дали опять мимо ну понятное дело крышка люка для нас видели значимее чем получить комикс наконец-то дали один спасибо большое буду вечность перепомнить что у меня подкинули комикс и второй но крышка люка все равно доминирует ты посмотри она везде лезет это крышка люка как затычка какая-то не дает ничего так ребят последний комикс конечно крышка люка вот тебе твой комикс все ребят нашли так дальше значит поймем комикса нам нужно с тобой еще найти 5 вот таких вот пультов я думаю что пульты найти намного легче потому что они без рамочки без какой-либо идут поэтому нахождение их довольно легкая будет так 3 4 и последняя комикс выпал надо же 5 все все ребята значит можем прокачать до третьей ступени зубастый нормально это у нас пассивка идет друзья если кто не знал так ну а что а тут 10 ящиков с инструментами и 6 силовых ячеек крэнгов это мы уже сделаем чтобы в следующей серии здесь заберем награды так поднятие на песен персонажа и пройти серию испытаний давай-ка начнем наверное проходить серию испытаний вот прямо вот с этих черепашек поэтому сейчас на изи их разберем это у нас идут оригиналы раньше наверно годика два назад они из меня бы сделали отбивную но теперь отбивную делаю из них и я памс так постепенно урон но не на всех поэтому давай-ка нет лево лучше всего потому что он может в стоечку встать мне как бы это и даром не нужно так минус ага все-таки а зачем он не погиб да потому что у него ребята была отложенная смерть то есть у него была определенная защита которая сработала нужный момент и соответственно он не погиб ну что же главное что мы прошли с тобой эту серию испытаний нам остается всего лишь по моему одно это поднять уровень персонажа мутагена конечно маловато но можно все-таки сделать это и на более слабеньких наших персах а у нас их дофигище даже тот же самый вебов верно я говорю бебовчик ты где у меня вот он вот на друзья мои видишь сколько на него нужно мутагена давать до полки шучка вон и она грузанем все чтобы он не был таким самым-самым нубиком от полтинчик это уже что-то ну что забираем здесь свои награды и друзья мои ну что у нас по идее сегодня идет второй день как бы буста потому что как бы лишь нас сбросили на лигу самураев ранг 62 враги сейчас будут не особо сильный поэтому мы даже можем наверно подраться своей командой без привлечения топовых персонажей я думаю что это будет оптимальный вариант для нас так что приступим 47 45 44 уровень как ты видишь у бойцов ну и мы с собой начинаем тоже хапать но есть одна маленькая оговорка но с большим потенциалом персонаж несмотря на то что он меньше меня по уровню прокачан по скиллам лучше поверь мне это уже проверено неоднократно так начали април естественно так как хилы нам здесь и даром не нужны шикарно хан в принципе тоже как бы нам здесь не нужен ну-ка април я думаю что сможет его добить ну давай тогда сделаем вот таким вот образом пам так этот донни что понятно ускоряет команду соответственно делает атаку усиленную мы понижаем все делаем обратку ну что ты делаешь что ты делаешь какой критический удар какой вот скажи мне критический ты удар делаешь ну-ка давай-ка бивопчик накажи его с локотка да на тебе попкорн я не буду лопать да что ж такое то а если мы шипы да я манал 47 уровень ты посмотри как мы его разбираем так вообще как будто он сотый уровень трындец вот об этом я и говорил говорил говорю и буду говорить что они все равно сильнее что по живучести что по скиллам несмотря на то что уровень у них маленький ты думаешь а я сейчас разберусь полточка они тут-то было ну что ладно друзья мои мы продолжаем мы должны сегодня вернуться с тобой в лигу мастеров 3 звезды кого-то я чё-то я подумавши не подумавши ляпнул какие лига мастеров 3 звезды естественно сёгу на я хотел сказать но конечно было бы неплохо если бы мы с тобой вернулись в лигу мастеров 3 звезды я вот тут был бы в шоке второй день игры мы уже с тобой в мастерах там сидим чуть ли не на троне но нет конечно так что у нас тут у нас тут вот такая вот команда ну естественно карайка по инициативе самая первая поэтому давайте мы попробуем вот так вот сделать оглушение дальше мы бросаем свой баллончик с блокировкой она сработала так теперь дуне в принципе надо ушатывать потому что это у нас медик да и вообще он дуне универсалом мало то что он медик так он еще и массовик затейник да да именно массовик ребята массовые атаки у него вот такие вот сплинтер решил пробавить всю команду лео выпендривается так дуне естественно на сюрике бросает а что может еще так мне нужно карайку то добить все таки отлично так а теперь мы ускорим нашу команду это будет самое то что нужно дальше послушай а что вот это у нас такое а магический щит не давай-ка мы сплинтера с тобой врем отсюда теперь зачем я делаю ускорение команды если она у меня и так ускорено ну туры ну ты даешь а у меня же морозилка ускорила команду зачем невнимательность невнимательность на да сабли зуб с такими атаками мы конечно далеко уйдем этот лизун тоже нифига не сделал нормального все давай как комочек может заморозка сработает пиво не сработало ну-ка если так ну донателло я смотрю повесил на себя защиту сейчас попробую пробить но у нас все равно получится конечно на тебе нифига себе ты видел что мундагека когда на скейте его ударил на нем повесилась замедляшка я не знал что при ударе вешается замедление мундагека да факт но там наверно вероятность повесить шиши узнает какой-то скорее всего пассивка его сработала так ну что мы с тобой уже как ты видишь все у нас 100 место и мы продолжаем с тобой наши батареи 15 19 то что нужно погнали 52 53 54 уровень наших противников в принципе вот такой командой можно можно попробовать потому что здесь у нас есть и лекарь это пит тут очень массовых не очень много массовых атака одна всего лишь но будем бомбить муху вот зря я сейчас сделаю вот эту штуку потому что мы муху то не добьем а она то сейчас врубит свой хил да и считать то что я сейчас сделал это просто ребят в холостую пролетели эти удары поэтому делаем чтобы защиту этот баф вешает и опять же баф пошел все на атаку тогда давай попробуем уничтожить хана нет не вышло ты посмотри че творят а надо больше массовых атак блин еще и и понизили еще такой еще и деба вешают у нас сейчас тут расклепают его просто так наверно не буду я пока делать лечение ну ка так минус хан плевок он по питу даже попасть не может но это и хорошо так ну-ка муха заблокировали отлично так пит шмальнем муху щурзок пора по моему нам что нам пора сделать и залечить нам нужно наших бойцов то другого варианта я пока не вижу пробивай давай уже этим колесом я не знаю кролики делайте хоть что-нибудь есть ой 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 ты посмотри что по моему все ребята рокула мы потеряем вот вот об этом я и говорил вам ребят что с командой на равных драться бесполезно хотя я почему-то был уверен что мы сможем здесь выиграть ты смотри-ка что нам тут делают а какую наводят боль кто бы мог подумать а да потеряли да сейчас этот еще уничтожит мне рок-стади да он сюда начал ударять но это конечно да что-то за рамкам за рамками знаешь этого допустимого получилось у нас как они это делать я не знаю почему не такое преимущество я тоже не знаю мы по уровням были вообще на высоте но ты итог видел ну что же я злой как не знаю кто я буду сейчас мстить и мстить мне придется очень жестокое естественно так как мои персонажи просто физически не смогут с ними справиться с этими противниками нам приходится брать пускай не самого тупого персонажа но среднее звено это как пидать без него нам не обойтись и здесь выступает слабым звеном естественно у нас карайка соответственно у них здесь и хиллер есть как ты видишь да это леонардо нам надо успеть просто бомбануть до того как он сделать свой хилл или вертушку ну-ка крэнк красавчик ты мой уже головой будь добр добей к их все вот только таким способом поэтому не надо удивляться что есть я играю и всегда в команду беру какого-то взрослого так сказать уже прокачанного бойца это не просто так это не просто моя приехать это потому что необходимость понимаешь необходимость выжить выжить моим персонажем получить как можно больше кубков и подняться в рейтинге все ребята если бы я знал бы что они например там те же уровни да 54 и мы дрались с 54 и я был бы уверен на сто процентов что мы победим естественно я бы не прибегал бы к помощи сильных наших бойцов ну так как они уже 55 54 уровень да и так как они в разы сильнее моих то же самое вот по уровню себе по одинаковому они сильнее в раза два в полтора в два раза это как пить это уже проверено неоднократно просто можно каким-то чудом выиграть это если 55 54 уровень ну равный им более-менее еще прокачанный я имею ввиду по скиллам тогда например там не первого уровня скилл а например 5 4 тогда еще можно как-то с ними совладать вещи творят лишь как колбасит судара вот так вот погнали ну вот как вот это назовешь как у ты назовешь он рокула даже не смог подбить да идите вы в баню ну что это он даже не погиб от постепенного урона во 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 все 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 ребят по моему тут приплыли до свидания мама называется это это трэш я не знаю что тут можно сучок что ты тут сделаешь шварк ну правильно пауку сможет это себе позволить потому что он самый прокачанный здесь из бойцов так ты что нас давай хиляй нас спасибо тебе большое так рокула не давай-ка майки попробуем есть так зажарь мне пожалуйста бакста растопнула сейчас сейчас попробуем так вот ему звездануть есть так ну здесь наверное все таки вот этого надо шлепнуть и рокуал защиту поздно защиты вот ребята о чем я и говорил офигеть они да бомбанули этого рокула мы втроем вчетвером пинаем а ему хоть бы что постепенно урон его не берет это не урет а значит почему постепенно и урон ему не причиняет вреда потому что он не прокачан элементарно вот и все и ожидать от него какого-то супер-пупер эффекта не стоит вообще вот такие вот бывают заморочки ладно мы двигаемся дальше и попробуем сейчас мы хоть как-то наверстать наши вот эти вот допущенные ошибки здесь я возьму донателло соточку не удивляйся раз два три четыре ну донин я не знаю вряд ли он конечно всех сможет подбить своими сюрикенами но приличный урон нанести у него получится опять же повторю ребят уничтожать надо и прил но донин молодец красавчики я думал что все таки не добьет а он добил тогда намного все проще будет видишь сколько не урона носят найти вам фляжечку супостаты вот так вот до леонардо видение это конечно круто мне нравится флягу я представляю себе прокачать по фуке ух как она будет дамажить и так позиция у нас с тобой 22 ну 22 значит получается наверное поединочку мы с тобой уже перейдем так секунду давай я возьму здесь зэка причем самое удивительное что зэк до того как превратился в кабана это ну вот они вот здесь вот одинаковые да потому что если взять и других кабанов именно версии именно бибопа то там преступник более накаченее а тут какой-то не знаю технопанк ё-моё да посмотри поэтому он превратился вот в такого рахита бибопрахит согласись потому что тот кабан который даже плечом когда бьет или еще что-нибудь он в разы сильнее и мощнее а это дэхич так на что пробьешь красавчик вот а это вот с одной связки мутации ему здесь произошла ну что здесь очень хорошо опять же зэк зэк сработал на сто процентов и мы с тобой уже в лиге зёгунов две звезды шикарно нет слов так ну что 15 20 и здесь я возьму наверное давай бак страстокмана я думаю достаточно будет его маузеров или той же самой смертельные волны за глаза и за уши так и сейчас покажу вот смотри вода вот это вот это я понимаю да кабан мощный прям чувствуется сила кабана а то какой-то рахит был вот так вот ну что ладушки переходим с тобой на следующую битву сейчас заодно еще посмотрим сколько у нас тут с 99 позиции мы переходим на 80 ну считай 20 ступенек это неплохо я тебе скажу 20 ступенек пролетаешь и таких 5 боев и ты уже в новой лиге а вот если они мне еще дали бы кубков посолиднее например 16 21 я вообще бы был бы благодарен но скорее всего этого не будет этого не произойдет ладно берем армагона раз-два-три-четыре и вот этот наш команду а опять бибобчик здесь вдвоем они здесь рахит и жир тряс давай сразу их всех валуном памс и вот они байки легли ну что мы с тобой двигаемся дальше бежим сломя голову так с 80 позиции переходим на 59 ну да 21 ступенька пролетела так что у нас тут 15 20 15 20 во 16 21 но здесь майки поэтому сразу берем с тобой нашего супершредера вот таким вот образом кстати нам наверно надо за доллары купить телепортов как ты считаешь их там вроде бы уже как бы маловато осталось хлоп и до свидания обожаю супершредера почему нету такого же сильного персонажа но только это же как бы злодей почему за добро нету а почему злые персонажи всегда такие сильные 40 позиция так ну что 16 21 ну тут достаточно будет взять леонардо леву со своей супер легендарной вертушкой естественно сейчас будет наказывать вот так вот еще погнали ух доня ты чё совсем что ли припупел выжил же еще как-то умудрился хитер ну донателло мы уже сколько тысячу раз говорили и говорим что у него повышенная защита она отличается от других совсем персонажей так ну что же а мы с тобой двигаемся дальше кстати я читаю ребята ваши комментарии вы не думайте и я слышу как говорится уже нет одного подписчика что в вперед на зомби войну у нас вышло обновление вы все просите чтобы я поиграл пас попробуем друзья мои но если там не будет никакого обновления я больше не поверю вам ни на слово вот там было написано что появились три новых персонажа персонажи это конечно все ребята хорошо но ты же знаешь прекрасно что меня больше интересует именно контент в плане прохождения то есть я бы был бы очень рад если бы появились девятая глава мы же с тобой на 8 становились мы и прошли точнее всю да то есть мы уничтожили чтобы этого пришельца который в принципе начал вот это все там плодить мутацию зомби и тому подобное и разработчики написали скоро появится и вот мы уже ждем с тобой сколько третий год наверное да уже идет мы ждем когда у нас появится 9 локация не понимаю что им стоит если они работают над игрой если они придумывают новых персонажей да новых персонажей то соответственно что им стоит сделать новую локацию добавить туда кучу контента потому что игра то действительно популярна когда я в нее начал играть ее практически никто вообще не один там человек юзал и то он американец вот и все после того как я ее там поиграл вы все посмотрели и тоже начали играть я просто вижу как вот пишите там клёвая игра там она и парень неужели так тяжело вот просто добавить что-то новенького разнообразить не знаю ребят я это ко многим играм говорю всегда которые вот игры хорошие классные на самом деле затягивают это к ним фиг ты чего добьешься а как какие-то фуфловые игры там наш однодневки вот они над ними там пыхтят 200 серверов придумывают там что-то делают там и все в итоге прогорает столько денег вкладывают это все прогорает а в нормальные игры им тяжело вложиться так тихо тихо что-то я не помню что у нас происходит вообще черене то есть подожди что-то я заговорился я уже забыл о чем делаем а я пошел на врага и не взял и не взял никого да вот это я ребята заговорился я никого не взял из массовиков прикинь мощных вот это да и выиграли слава богу вот так что если будет у нас в ближайшее время ну когда у меня выходной выходной по идее начинается с завтрашнего дня до ясно что из меня прихожу и у меня выходной ну там естественно покемарить отдохнуть чуть-чуть этот и возможно возможно я зайду и гляну посмотрю у нас тем более там ресурсов много денег много прокачка персонажей в принципе не составит для нас труда и заодно посмотрим что если из себя там представляет главное чтобы сейвы остались от игры вот что самое главное весь их не будет то как я тебе буду показывать или смотреть что-то новенькое так ну что двигаемся дальше 6 так 60 позиция окей 16 мы уже на этом 16 21 15 20 топчемся уже пятый бой никакого продвижения нету чем проблема не пойму 59 уровень 62 но шарадер все равно и должен валить для него это семечки поехали вали семечки лес летит щепки как говорится трещат ну тут ничего страшного постепенно урон убьет этого да он всех убил ну и потому что есть бы даже наш шреддер вы промокнулся постепенно урон все равно бы их уничтожил нормально так ребят называть что через неделю у нас будет достаточно количество платиновых осколков чтобы перевести персонажа в платингура не забываем и уже заранее готовимся выбирать персонажа для прокачки естественно конечно же для прокачки для прокачки и перевода его в платиновый ранг вот так будет точнее так ну что остается у нас тут буквально считанные поединки я вот не знаю стоит ли нам сегодня идти на ну давай наверно начнем потихоньку до события проходить там у нас она всего лишь одно так что ребят девичьей силы если не ошибаюсь можно в принципе дойти до нашими гами и все тут он написал мне рейс зачем тебе проходить полностью события если ты можешь дойти до шнигами и потом ее еще и фармить естественно но даже можно и не фармить потому что у нас она все равно покупается за монеты то есть мы монеты все равно в любом случае с тобой получаем и соответственно их тратим только на нее больше там не на кого а у нас судя по всему до последний поединок и прямо уложились идеальнейшим образом то есть всех отыграли обожаю когда вот так получается ну и что у нас тут а тут у нас ничего тут просто мясо пушечное лежит так ну давай шарханды бей прекрасно ну вот с арены мы на сегодня закончили кстати надо будет посмотреть сколько нас мутагена чуть-чуть не хватило до чтобы перейти в лигу мастеров но это не страшно мутагена сколько 20000 блин опять не хватит да опять не хватит что-то майки у нас как-то тяжело прокачиваться что-то с мутагена вообще какие-то запары ну что испытания сцены насилия еще раз повторяю ребят трогать мы не будем не вижу смысла а вот городская война тени на солнце до шенигами да а я чё думал что здесь у нас девичья сила что-то я попутал конечно же городская война так вот такая вот команда у нас в принципе побежит и на автобой я поставлю и она все здесь за меня в принципе сделает ну и еще ребятушки еще разок я вас всех поздравляю с наступающим новым годом желаю вам добра счастья более взрослым любви более маленьким слушайтесь маму не за этом что в общем желаю вам всего-всего самого наилучшего главное здоровье ребят вот берегите как говорится здоровье с молодым ну а остальное как говорится приложится вот потому что остается буквально считанные дни да многие уже наверно закупаются затариваются я к сожалению не затариваюсь потому что я работаю первого числа причем с утра так что новый год у меня будет такой в лёжке просто приду лягу спать и все ребят даже не буду заморачиваться да и уже возраст не тот чтобы радоваться этому празднику но это мне вам же я наоборот желаю веселье как говорится по полной программе так ну что это у нас какая вторая да второй эпизод идет по моему второй естественно не могу не выделить своих ребята постоянных подписчиков их не так много но они есть именно постоянные которых я уже вижу на протяжении там не знаю пара лет так это точно это удиву пикер это который это и сашка москаленко эти два просто просто всегда со мной всегда и везде всегда комментируют сюда что-то подсказывают что-то говорят в общем респектую им ну и таких много на самом деле просто всех ребят не запомнить так что благодарю вас естественно за то что вы всегда со мной смотрите мой канал где-то что-то мне подсказываете где-то как-то помогаете в общем всего самого вам наилучшего и надеюсь на дальнейшее так сказать сотрудничество так ну что у нас последняя да третья волна ну тут все легко и просто мы их пробиваем и конец конец ребятушки довольно легко ну потому что тут и уровень еще маленькие все таки и как ты понимаешь вот с какого с эпизода по моему 6 уже пойдет такая более-менее тяжесть а пока ну ты видишь 45 уровень что для моих ребят для восьмидесятых а кто-то и 90 а кто-то и 100 45 уровень да конечно же ничего когда будет 60 70 там да уже можно немножко припотеть особенно в зону риска входит крис брэдфорд и зэк потому что они 80 уровня я еще раз говорю что противник несмотря на то что он уровнем меньше по скиллам он прокачан лучше хотя здесь если брать именно зэка именно криса например ванку стиранка то по скиллам они слава богу тоже здесь прокачаны отлично то есть не самый максимум до 7 ступень но 6 у них имеется поэтому можно сказать они будут на равных ну что мы с тобой переходим на следующий поединок кто-то писал в комментариях рэй а почему ты не видишь канал по обзорам новых игр ну знаете есть такие а вот плечки которые вот например мы с вами играем да рассматриваем игры а кто-то из новости игр ну там выходит какая-то игра он делает какой-то определенный рейтинг да с первого там прям по пятое место лучших там гонок на android или там еще что-то было у меня как-то мысли этим заняться но друзья мои это нужно очень много серферить это очень много нужной информации искать как бы если я займусь этим я полностью отойду от игр потому что мне надо будет и к тому же вот такие вот новости выкладываются но не так часто да и работу этого обычно вот на такими каналами не один человек ну как минимум три один ищет информацию другой и редактирует и третий уже формирует может конечно все это дому но это очень долго и сложно не знаю может быть что-нибудь такое впрочем в простецком варианте можно что-нибудь забабахать но я думаю что как бы для моего канала это будет не особо приемлемо все ребята прошли прошли мы здесь и двигаемся с вами дальше так время поджимает мне уже надо на работу собираться но я думаю что мы успеем здесь до пройти так я привыкла на ищи и по моему а а лапекс еще будет а потом только шинигами ну ладно фиг с ним давай поборемся еще есть у меня кажется полчасика так минусуем минусуем но видосик этот уже как ты понимаешь выйдет завтра сегодня я уже в любом случае не успею его выложить так замечательно великолепно бомбанули так если кто ребят еще не в курсе да еще одного канала но тот канал посвящен чисто гоночкам гонкам пока там идут в гоночки на android но возможно там будут уже и я знаю а на иосе если какие-то определенные гонки на чисто под их систему но пока вот такие вот возможно дальше будут еще и пока ну гонки с пока я имею ввиду там форза или еще что-нибудь посмотрим так что заходи канал называется а как он как он называется прикинь забыл как канал называется а веселый джем точно ребят веселый джем но после того как данил написал рэй а как тебе такое название рэй рэйс я его поменял на рэй рэйс то есть гонщик рэй да получается но канал именно на баннере написано что веселый джем так что можно ходить и смотреть пока там конечно так много видосов но потихоньку потихоньку там будут добавляться новые видосики так ну что это последняя волна у нас на сегодня не волна вот этот вот эпизод здесь мы с тобой пройдем и уже можем в принципе спокойно фармить нашими гамми ну опять же ребят скажу зачем вам ее фармить если мы ее будем за монеты получать в на тебе так а тут уровень 70 на я значит получается хил у нас есть это супершреддер он может у нас хилять такая на сам уже подключусь к поединку давай так вот сделаем это вот что он сейчас делает а контратаку на всех повесил д на кого предпоследняя волна бросаем здесь любой бомбочку от зак шипы наверно не буду пока хотя нет надо тут майки леонарда что-то не охота мне с ними тут возюкаться тынь-тыньч готов и последняя волна здесь у нас шинигами здесь у нас кунаичи и здесь же у нас карайка минус минус и твои поцелуйчики тебе не помогут все все ребята пробежали прошли все у нас хорошо получилось то есть теперь мы можем собой спокойно фарме здесь шинигами а нам не так уж и много в принципе надо да ну чё давай попробуем так уж на вскидочку радарные маяки лисичка лапекс осколочки и последний 40 жетончиков все ребят больше у нас здесь ничего нету так по предметам все спокойно вот у нас шинигами 82 днк как ты видишь у нее вот здесь конечно очень много за жетоны нам приобретать очень много персонажей нам нужен рафаэль нам нужен микеланджело видение но пока их нету на событиях определенных так сколько у нас телепортов 177 да ребят я наверно прикуплю еще 250 они нам лишние не будут так тут еще откаты можно было бы посмотреть так и наверное в следующей серии мы все-таки с тобой уже пойдем на смятение из его измерения 60 процентов уже выполнено 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 поединков нужно будет сделать подожди 1 2 3 4 5 6 7 до 8 поединков ребята все изберем сами днк то есть награду в виде пока и все эти сундуки будем вскрывать но это будет наверно либо в следующий либо через серию а на этом я буду заканчивать всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков удачи вам